МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это день 8 марта, Радирис. Петр Ганнушкин, выдающийся русский ученый-психиатр. Юрий Рыдхеу, российский чукотский писатель, изданный на 30 иностранных языках. В этот день 1857 года в Нью-Йорке был совершен марш пустых кастрюль. Женщины вышли на улицы, требуя увеличения зарплат. Спустя более полувека годовщина марша превратилась во всесоюзный женский праздник. 8 марта 1914 года вышел в свет первый выпуск советского журнала «Работница». 8 марта 1950 года было объявлено о наличии у СССР атомной бомбы. 8 марта 1722 года в Российской империи по указу Петра начались систематические наблюдения за погодой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зима бысть люто, Поньское море померзи на 30 локоть. Это пример одного из весьма подробных сообщений о погоде в русских летописях. Зачем писать о таких банальных вещах, если это не засуха или не лютый мороз? Еще во времена Петра даже слова такого, как синоптики, не знали. А началось все в 1715 году, когда по приказу императора в столице появился первый водомерный пост, который отмечал уровень паводков на Неве. А уже в 1722 году был издан указ императора о необходимости производить повсюду метеорологические наблюдения, а в наиболее важных местах поручать их продолжение надежным лицам. По-видимому, первым, кто это стал делать, был заморский адмирал на русской службе Корнелиус Крюйс. И первые его записи были весьма характерного содержания. Апрель 22-е, воскресенье. По утру ветер, норд-вест. Вода так аж стоит, как вышеупомянута, пасмурно и студенно. Никаких инструментальных замеров. Поэтому первым настоящим метеорологом, иногда называют немца-академика, тоже на русской службе, Фридриха Христофора Майера. Он уже вооружился барометром, термометром, словом, подошел к делу серьезно. Следующим наблюдателем за погодой стал академик Крафт. И он очень деятельно приступил к развитию системы. В 1733 году Витус Беринг возглавил Великую Северную экспедицию, которая организовала целый ряд станций в восточном направлении. В Казани, Тюмени, Соликамске, Томске наблюдателям доплачивались деньги из казны. 4 рубля в год. Совсем неплохо для такой работы. Огромный вклад в метеорологию внес Ломоносов. В своей работе о предсказании погоды, а особливо ветров, он предложил для изучения атмосферных явлений морякам и земледельцам вести наблюдения совместно. Он сам вел записи и сумел сконструировать такие приборы, как анимометр, морской барометр, которые служат до сих пор. В 1834 году была организована нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория в Санкт-Петербурге при штабе горных инженеров, положившая начало постоянной геофизической сети России. А на стол императора Николая I легла записка академика Адольфа Купфера с прошением о создании обсерватории. Так образовалась Гидромедслужба России. По мнению современных ученых, метеорологическая служба того времени стала образцом для создания аналогичных служб большинства зарубежных стран. А сам Купфер писал, «Такого заведения, которое я проектирую, в Европе еще нет, и учреждение его составило бы новую эпоху в истории наблюдательных наук». 15 лет понадобилось ученому, чтобы осуществить задуманное. В 1849 году была организована главная физическая обсерватория в Петербурге, контролирующая 50 других обсерваторий. И такой масштабной организации мир еще не знал. В течение времени деятельность службы погоды расширялась и помогала развиваться промышленности, торговли, земледелию, транспорту, предупреждая о метелях и опаводках. Во время революции метеослужба пришла в упадок, но уже в 1927 году полностью восстановилась, и количество станций значительно увеличилось. И забрались они уже в небывалую глушь, где-нибудь под полярной крышей мира. Полтора века назад президент Академии наук Литки, много сделавший для развития службы погоды, сказал, «Физика, химия, астрономия могут развиваться и двигаться вперед везде, но исследования климатических и вообще физических условий России никто, кроме нас самих, не может и не будет делать». До сих пор, кто бы и как бы не ругал российскую метеослужбу, она остается одной из самых точных в мире. Редактор субтитров А.Семкин